привет моя хорошая красивая очень как дела как всегда в общем нарядная ну от красивой слышу просто ты знаешь белый цвет он сам по себе всегда такой нарядный мне кажется поэтому так и кажется слушай хочу пока народ весь собирается пока мы еще официально не начали наверное чтобы у тебя эти комментарии по лицу да не шли тебе нужно настроиться со мной самой да вот так вот будет супер либо телефон как-то повернуть чтобы нам твою красоту тоже лицезреть может быть немножко подальше чтобы полностью ты красивая была видна получается телефон уже падает просто от красоты чтобы падал не надо как у вас там дела вас дождик или у вас хорошая погода у нас дождик сегодня в лос-анджелесе погода шикарная ты знаешь погода шикарная и настроение тоже народ собирается народ собирается слушай перед тем как мы начнем я хочу с тобой настроиться на волну на волну сердечной чакры сделать такой три глубоких вдоха и прочантить а ты со мной как ты конечно конечно всегда супер вы тоже если кто хочет можете к нам присоединяться чтобы вы нас слушали сердцем а звук а как и и это получается он открывает сердечную чакру и тогда давай просто у меня уже мурашки просто контакт идет давай закроем глаза с тобой буквально на секунду и представим наше сердце зеленый цвет как оно раскрывается и сделаем глубокий вдох через нос задерживаем дыхание а затем мы отпустим его со звуком а как бы широко в улыбке так мы сделаем три раза и так поехали глубокий вдох а а и еще два раза вдох а а и последний раз глубокий вдох и теперь можно открыть глаза и мы в новой реальности в реальности любви и света добро пожаловать всем и ты моя хорошая добро пожаловать на программу conversations with PR где у людей будет возможность познакомиться с реальными людьми услышать реальные истории и стать свидетелями реальной трансформации очень рада что именно ты мой первый гость потому что у нас с тобой вообще необычная история и поэтому я хочу чтобы ты немножко ей поделилась Кристина между прочим зовут моего гостя Кристина Рейн я тебя представляю и передаю тебе право голоса на рассказ вообще как все началось и вообще нереальная история потому что буквально несколько лет назад еще ты была в Одессе на Украине правильно ну да я сама из Одессы но тогда уже была в Киеве я училась на журналиста вот и мне уже жарко становится да и так случилось что я начал я хотела быть актрисой в Лос-Анджелесе и тогда у тебя был канал я тебя нашла через Юлиссу и у тебя был канал про актерское мастерство я думаю ну все русская наша девчонка занимается актерским вот интересно именно было услышать вот от тебя как это все вообще для русских девушек для русских людей как вообще устроить свою карьеру но в то же самое время я была в каких-то поисках моя душа себя чувствовала неспокойно мне хотелось какой-то информации и как всегда магия но мы уже знаем что это далеко не магия у тебя началась твоя трансформация которая очень сильно срезонировала с моей и каждый раз когда ты выкладывала новое видео об осознании себя мира о твоей трансформации духовной я понимала что это настолько резонирует со мной что даже когда у меня появлялся какой-то вопрос и тут ты выкладываешь видео я получаю ответ на этот вопрос и конечно тогда для меня это был шок я начинала замечать что все как-то в этом мире связано и как-то это работает очень необычным образом я тогда еще я даже не знала буду ли я жить в лос-анджелесе или нет но я помню что я все больше и больше и больше смотрела твои видео и я поняла в какой-то момент что что я начинаю тоже раскрываться узнавать новую информацию много чего читать мне еще появилась тогда такая мысль думаю вот было бы классно встретить джулию увидеть ее в реальной жизни подружиться с ней для меня это ну вот у меня просто появилась эта мысль это желание ну конечно на то время мне казалось это просто нереальным это просто ну вот желание ну я его естественно отпустила потому что я понимала что ну скорее всего это никогда не произойдет вау я переезжаю в лос-анджелес я тогда ходила в актерскую школу и я познакомилась с русской девчонкой она говорит слушай приезжай на санта-модику в какое-то там кафе в какое не знаю мне просто прислали адрес это был мой наверное ну четвертый день в лос-анджелесе да ты что в общем мало того что я опоздала на полчаса то есть как на сколько еще время совпало я опоздала на полчаса потому что я поехала не туда в общем потом мне пришлось оттуда выехать другую вообще в другую сторону я про я значит захожу в этот эрс-кафе на санта-модике иду мимо и тут я просто вижу знакомое лицо я прохожу мимо я понимаю боже мой это Джулия это Джулия ну я сначала даже немножко засмущалась думаю ну я хотела подойти потом думаю ну как-то неудобно я буду человека отвлекать ты по-моему работала на компьютере у тебя были свои дела ну что ты будешь человека отвлекать своим вот этим а я смотрела твои видео ты мне так помогла я думаю нет иди я даже подошла к подружкам потом говорю так подождите сейчас приду и я думаю нет я все таки должна подойти я должна сказать что ты настолько важный человек в моей жизни что я просто хочу этим поделиться и мне было очень так неловко неудобно я подошла и говорю Джулия я смотрю твои все видео ты мне очень помогла ты очень важный человек в моей жизни и просто для меня это была такая радость и и сколько живет человек в Лос-Анджелесе просто это каждый раз я удивляюсь что происходит какая-то магия что я встретила человека который действительно в моей жизни очень много чего мне дал и показал мне путь которым я пошла ну я думаю что с этого все и началось потом я начала ездить на воркшопы слушай ну значит можешь ты можешь ли ты сказать что мечты сбываются мечты сто процентов сбываются правда вот на все сто процентов все мечты сбываются и в нашу жизнь приходят те люди которые нам действительно нужны каждый человек он наш проводник кто-то принесет больше кто-то принесет меньше кто-то принесет урок кто-то одним словом может изменить всю твою жизнь все случайности не случайны и то что мечты сбываются это сто процентов слушай я хочу поговорить именно с тобой о духовной теме ты сказал о том что душа чего-то у тебя искала чего-то не хватало вот можешь поподробнее потому что очень многие люди вообще все мы изначально что-то ищем большинство не будем всех под одну гребенку но многие ищут 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 вот чего именно ты искала если ты это уже конечно нашла или ты еще ищешь ты знаешь мне кажется что я нашла себя самое главное я нашла себя мне кажется я была настолько потеряна я не знала себя я не чувствовала своей души я не делала то что хочет чего хочет моя все у меня уже начинается у меня тоже слушай если будем плакать это супер очищение мы же чистимся я истеляю тебя и ты истеляешь меня и vice versa мне кажется самое главное да на тот момент я не понимала что именно я ищу но я чувствовала внутри просто ощущала себя что что-то не так меня что-то мучает конечно было много блоков многие они были из детства это все я проходила поэтапно но меня очень сильно что-то мучило что-то шло не так я не понимала что я пыталась найти ответ но мне кажется что ответ он всегда здесь когда ты придешь к своей душе ты найдешь все ответы на все свои вопросы но для этого тоже нужно пройти определенный путь и он не всегда легкий он очень тяжелый он очень болезненный он очень ну потому что когда ты смотришь в глаза своим страхом настоящему тому настоящему который ты есть это не всегда легко трансформация она поэтому такая тяжелая если бы это было так легко мне кажется очень многие сейчас люди были бы счастливы и были в гармонии со своей душой поэтому я долго шла проходила путь и сейчас наверное прохожу мне кажется этот процесс он не не закончится просто есть да мы здесь да 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 вот ты сказала что ты знала про свои блоки то есть у тебя всегда была такая осознанность что ты вот знаешь что тебя что-то лимитирует что ты чего-то боишься или в процессе твоего ну назовем просыпания ты начала осознавать что есть какой-то блок над которым надо работать как как вот это проходило для тебя да то есть у меня были терзания души я себя не хорошо чувствовала некомфортно я что-то искала но я до конца это не осознавала когда я начала работать именно над собой эти все блоки не начали всплывать в принципе благодаря очень многое твоему курсу когда я проходила особенно вот вторая неделя вот когда все с тебя выходит я начала понимать что да во мне начали всплывать блоки я начинала понимать что в моей жизни происходило и как и благодаря чему то есть что было первоначальным источником что блокировало меня какие блоки во мне были и что меня держало вот для того чтобы достичь чего-то чего я хотела окей ну смотри происходил своего рода как бы получается самоанализ самоосознание да происходило ты понимала что есть какой-то блок и что ты потом делала каким образом ты работала над этим блоком что тебе именно помогло от него избавиться ну какой-нибудь один можно взять как пример если чем-то хочешь поделиться какой-то блок ну у меня был блок с моим отцом то есть травма детства которая там я выросла в семье где у меня отец был алкоголик и он очень как бы он там избивал мою маму меня то есть у меня было очень такое тяжелое детство можно так сказать и как-то после того когда это все закончилось ребенком мне казалось что я это в принципе ну отпустила прошла но я просто спрятала это в коробочку но потом я начинала понимать что какие-то отношения с мужчинами что-то идет не так я начинала замечать за собой что я иногда себя веду очень странно я не могла понимать почему как только у меня появляется чувство к человеку я начинаю как-то себя очень странно вести это в принципе не проблема этих людей я тогда я думала что это проблема этих людей но потом я осознала что это была моя проблема потому что я себя вела определённым образом. Я начала понимать, что именно вот этот вот блок, который во мне был, блок того, что человек, которого ты любишь, он обязательно должен тебя обижать. Только так это тогда любовь, потому что такую любовь я знала как бы с детства. И когда я начинала это осознавать, я понимала, что это очень тяжело, это очень больно. Я очень долго над этим работала, потому что это, наверное, один из самых таких глобальных блоков, которые вообще у меня были, которые у меня были. И я понимала, что это будет очень нелегко, но я должна с этим справиться, потому что это просто не даст мне нормальной жизни, и это не даст мне гармонии, любви. Я буду постоянно делать какие-то действия, которые будут просто меня отталкивать, и любимого человека от меня отталкивать, да, и меня будет отталкивать от этого. То есть я понимала, что я буду делать такие вещи, которые, ну, очень странные. И всё это потому, что это этот блок создавал. А боролась я с тем, что на самом деле я думала, что я простила отца, но я его не простила. На самом деле я просто в какой-то момент, опять-таки посредством медитации, и когда зашла очень глубоко внутрь своей души, я поняла, что мне просто нужно простить моего отца и понять его. И вот он явился ко мне лично в образе младенца, и я как мать его просто обняла и начала плакать. И я поняла, что для его души то, что он прошёл, то есть его душа выбрала этот путь, и на его душе была очень-очень тёмная энергия. И просто я получила такую информацию, что не каждый человек, очень далеко не каждый может с этим справиться. И его душа тоже не справилась с этой темнотой, которая покрыла его душу. Потому что до алкоголя это был один человек, это был самый добрый, самый лучший папа, но после того, когда он пил алкоголь, он просто трансформировался, я не могла его узнать. У него были глаза зверя. То есть это то, что выбрала его душа, и душа его не смогла справиться с этой темнотой, которая была на его сердце, на его душе. Я просто простила, я поняла его и заново полюбила. Потому что мне казалось, что я себя отдаляла от отца и думала, что так, до всей трансформации, что это не важно, это было давно, я вообще не хочу ничего знать об этом человеке, это просто человек. Ну как бы, то есть я себя никак не ассоциировала с ним. А я ведь всё равно часть его, я даже скажу больше, я полностью похожа на своего отца, на всю его семью. То есть моя мама, она блондинка, высокая. Ну то есть даже внешне, я полностью семья моего отца. Вот. И это было, конечно, сложно, это было тяжело, потому что это вот эти самокопания, терзания души, ты постоянно ищешь. Но после этого мне стало намного легче. После этого я начала видеть, как я изменилась. Ты же понимаешь, что отдаляя себя от отца, ты таким образом закрывала своё сердце. Да. Вообще. От мира, от мужчин, от настоящей любви. И это очень важно понять, даже не тебе, а кто нас смотрит, слушает, любой женщины, что нельзя, да и любому человеку, и мужчине, нельзя закрывать сердце вообще. Как только человек закрыл сердце, всё, вся магия, всё волшебство жизни, оно закончилось. Да. И ты знаешь, я слушаю тебя со слезами на глазах и просто, знаешь, поражаюсь, какой раз. Такое ощущение, что я смотрю на себя и разговариваю сама с собой, Кристину. Ты говоришь моими словами, я не знаю, как такое возможно, но мы уже все понимаем, что мы часть коллективного сознания, одной большой души. И то, через что проходила ты, всё то же самое, через что проходила я. Вплоть до того момента, когда ты говоришь, к тебе пришёл отец, как младенец, я, по-моему, об этом никогда не рассказывала никому. Возможно, когда ты рассказывала, у меня первый опыт с самой моей медитацией был. Когда ко мне отец так же самое пришёл, я его держала на руках, и у меня горючие слёзы текли. Я так же сам и осознала все эти вещи, что его душа, она не смогла, понимаешь, перейти в свет, а вот в этой темноте, темнота его именно и погубила, моего отца. И это просто, конечно, потрясающе, и это очень важно, это очень важно, что мы говорим на эти темы, потому что я хочу, чтобы люди понимали, что мы изначально все сюда приходим для того, чтобы исцелить себя, свою душу, своих родственников, наших предшественников, кто не смог этого сделать. Я считаю, что мы, новое поколение вот этих вот душ, они более осознанные, у них есть сила и право выбора. Выбор есть всегда у всех, но именно за нами, понимаешь, нам дано вот это вот право выбора. Делать эту работу сложно, как ты сказала. Иногда, не иногда, а всегда. Она очень болезненная работа, это понимание, осознавание каких-то вещей, но это настолько важно для исцеления полностью каждой души, планеты всей. И я, конечно, у меня просто нет слов. И ты знаешь, я хочу рассказать сейчас небольшой такой опыт, который у нас с тобой произошел. Я сама тогда была на самом деле в шоке. Ты пришла ко мне на один из моих воркшопов. Я ничего не знала ни о тебе. Единственное, я знала, что ты моя студентка, ты брала мои курсы. Мы с тобой не дружили, не общались. Ты просто приходишь ко мне как моя ученица на мой воркшоп. И в конце воркшопа, когда он уже подошел к концу, мы там делали и дыхательные упражнения, и голотропическое, голотропическое дыхание, и пандалини. И в конце мне пришло сообщение для тебя от твоего отца. И ты понимаешь, ты уже уходила, ты быстрее хотела уже убежать в дверях. И у меня такой момент был вот этой вот, а как это сказать, hesitation, неуверенно была, остановить тебя, сказать тебе или нет, да? И я так рада, что я тебя поймала в тот момент, когда я к тебе подошла. Ты помнишь, я тебе давай доставлять это сообщение. Говорю, я не знаю как, что ко мне пришел твой отец, и он сказал все эти вещи, что он тебя любит, и что ты бы его простила. Я уже даже не помню. И ты помнишь, что ты просто... Я просто начала плакать. Для меня это было... Я понимала, что ту работу, которую я сделала, я опять-таки поняла, что отец меня любит. И эти слова были настолько важны для меня, особенно в тот момент в моей жизни. Это было как еще одно подтверждение того, что все, что я сделала, все было не случайно, и что... И вправду. Я очень связана со своим отцом, никогда не нужно отрекаться от своих корней. И мы... Каждого из нас душа, она здесь для чего-то. Даже нет отца, мамы, подруги, друга. Да, конечно, наша душа выбирает родителей, но все равно по итогу мы все просто души, которые, в принципе, не имеют пола, которые здесь пришли для определенного... Просто для определенного урока, чтобы пройти что-то. Я тогда... То, что ты мне сказала, для меня это... Меня это просто повергло в шок. Я помню, эти слезы, все с меня еще раз вышло, и я тебе очень сильно благодарна, правда, Джулия. А меня, знаешь, что удивило, когда я тебе рассказала это, ты сказала, «Боже мой, я как раз сейчас делаю очень много работы для того, чтобы простить отца, и таким вот образом пришел ответ через меня, что он тебя любит, он слышит, и он всегда тебя любил». Я... Это, конечно, потрясающе. Это волшебство, когда такое случается, это просто, знаешь, как сказать, благословение Божие. Я хочу немножко поговорить на тему того, куда все боятся идти. И никто не хочет начинать эту работу над собой, и все боятся этой трансформации. Я говорю о боли, о дискомфорте. Ты сказала, что очень часто бывает больно. Почему? Как тебе кажется? Что именно? Почему? Откуда эта боль? Что болит именно? Да, наверное, просто больно узнать себя. Ведь мы же состоим не только из прекрасных, божественных качеств. Ведь у нас же есть и темная сторона, а мы не хотим её видеть. Мы не хотим знать, что где-то мы сделали кому-то больно. Иногда мы себя повели не очень правильно. И осознание того, что что-то было не так, через что-то надо пройти. Осознать, что все... Ты берёшь на себя ответственность практически за всё, что с тобой произошло. Потому что, говоря о том, что твоя душа здесь, чтобы пройти определённый опыт, это значит, что твоя душа выбрала весь этот опыт. А тебе не хочется этого признавать. Ведь легче думать, что все остальные это плохие, весь мир плохой, а я хороший. Но когда ты осознаёшь, что в принципе всё, что происходит в твоей жизни идёт от тебя, это намного сложнее осознать. Намного сложнее осознать, что все ситуации, даже не очень хорошие, которые происходят с тобой, это всё по большому счёту создал ты, посредству своих мыслей, либо посредству опять-таки своей души, которая сюда пришла для определённого опыта. И мне кажется, это очень больно осознавать. Больно осознавать, что ты что-то делал не так. Легче сказать, что кто-то был виноват. Поэтому, мне кажется, вот это самое, самое сложное. И идти от сердца сложно, потому что у нас очень много установок с детства, какими мы должны быть, какими нас видит общество. И тяжело противостоять этому обществу, особенно на начальном этапе, когда на тебя давят все, близкие люди, общество, вот какие-то определённые понятия в жизни. И когда ты выбираешь, допустим, свой путь, который, возможно, не резонирует с обществом, это тоже больно, потому что отчасти наше животное происхождение всё-таки социальное. И вот в этом случае здесь идёт большая борьба между нашим биологическим существованием и духовным. Когда твоя биология говорит тебе, что ты социальное существо, ты должен для того, чтобы быть в социуме, ты должен соответствовать каким-то стандартам, а твоя душа говорит нет. Я хочу другого. И вот мне кажется, здесь происходит конфликт внутренний. Возможно. Да, я тебя поняла. И мне кажется, поправь меня, если я не права, простить себя тоже очень сложно. Не всегда. За всё то, что мы совершили, и мы кого-то ранили, например, для меня было очень сложно тоже себя простить в каких-то моментах. Да, согласна полностью. Ну вот, как людям всё-таки перепрыгнуть вот эту вот боязнь, свой страх, боли? Вот, что ты можешь людям посоветовать с нами, что ты уже прошла путь, а многие хотят, но боятся. Вот у меня часто люди, а что у вас на курсе будет, а как это будет, а как это пройдёт, а буду, а кто-то вообще, ты знаешь, покупает курсы и не идёт дальше, останавливается на второй неделе. Почему? Потому что начинают копать глубоко и говорят, мы не хотим туда идти, зачем? Я это уже всё пережила, там, отношения с мамой, я не хочу, у нас всё закрыто, мы не общаемся, зачем, зачем идти в прошлое, я хочу жить в настоящем, люди говорят. Понимаешь, они наслушались, начитали книжек, да, там, живём в настоящем моменте, в настоящем моменте всё супер. Да, но это своего рода, вот это вот тоже, не хочу ничего видеть, как у лошади надевают эти шпоры, боры, не знаю, как они называются, и всё, лошадь бежит, ничего не хочет видеть, а люди не понимают, для того, чтобы жить свободно и счастливо в настоящем моменте, надо пойти туда, в прошлое, хотя бы раз, покопаться, вычистить всю эту грязь, чтобы уже вот эти блоки, травмы, все эти привидения из прошлого, из шкафов, вот эти все скелеты не преследовали. Так вот, поэтому возвращаясь опять к моему вопросу, что ты людям посоветуешь, как через этот страх перепрыгнуть, как всё-таки начать работу? Это тяжело, но ты знаешь, Джулия, мне кажется, что в любом случае внутренний дискомфорт, терзание твоей души, они тебя к этому приведут. Ты просто рано или поздно понимаешь, что дальше со всем этим ты не можешь жить, и ты должен, ты просто обязан сделать это для себя, это тебя ведёт, ты уже не можешь остановить в какой-то момент этот процесс, потому что ты понимаешь, что дальше со всем этим ты просто жить не можешь. Я понимаю, что это больно, и очень много раз хочется бросить, потому что вот эти переживания внутри, они настолько болезненные, что, наверное, физическая боль не будет соответствовать духовным переживаниям. Почему даже вот мы живём в Америке, есть очень много, ну, американцев, которые, они очень такие, они даже не хотят говорить на глубокие темы, я встречала таких людей, а вот они хотят всё, то есть поверхностно, вот хорошее настроение, но никто не хочет идти вглубь, потому что там больно, там тяжело, там неприятно. Но пока ты не пройдёшь через эту боль, ты не достигнешь результата, ты не освободишься, ты не расправишь крылья. Очень сильно то, что ты сейчас сказала, если бы ты сейчас меня видела, эти мурашки. Ты не освободишь себя, и ты не расправишь крылья. Вау. Была ли какая-то вот последняя капля, которая сказала, всё, я не буду останавливаться, мне надоело, я хочу и пойду до конца. Что-то произошло существенное конкретно, или ты просто такими вот маленькими шажками шла-шла-шла, или что-то действительно произошло? Ну, понятное дело, что я видела, что тот мир, в котором я существую, он не до конца, то есть да, у меня были чудеса, постоянно что-то происходило волшебное, но в то же самое время полностью счастливой, вот то, как я бы хотела быть счастливой внутри, я не была. Что бы в моей жизни не получалось, я могла порадоваться, но я до конца понимала, что меня постоянно что-то тревожит, что-то не так, я чувствую, что что-то не так. И я, ну, на самом деле, этот путь был долгий, это были, ну, несколько лет точно, это не было сразу, это не в один момент, это не значит, что вот всё, там, ты прочитал одну книгу, ты освободился, и всё, теперь всё прекрасно. Возможно, у кого-то и так, мы, конечно, все разные, наши души на разных этапах этого развития, но лично у меня это было долго. Я начинала что-то узнавать, и начинала видеть, как работает мир, постепенно, постепенно. Я всё больше и больше начинала узнавать себя, а чем глубже ты копаешь, тем больше ты узнаёшь каких-то, каких-то вещей. И то, что ты появилась в моей жизни, это, естественно, не случайно. Всё, что произошло, это не случайно, я настолько благодарна, что это произошло. Я была в поиске, и то, что появилась ты, и потом появился твой курс. Я считаю, что все люди, которые знают о тебе, которые знают о том, что у тебя есть этот волшебный курс, которые знают о том, что, значит, их что-то тревожит в душе. И если они получают эту информацию, конечно, у них есть свобода выбора, либо выбрать это, либо нет. Но если они уже получают эту информацию, это значит, что их уже направляют, их душа этого желает. И ты сам, конечно, выбираешь, пройти тебе этот путь или нет, но ты будешь дальше там, ты будешь дальше чувствовать себя несчастливым, ты будешь дальше чувствовать, что что-то не так, а я хочу другого, а почему у меня этого нет, а весь мир плохой или есть что-то другое. И пока ты не сделаешь эту работу, ты, ты, ты не, просто ничего не изменится, ты будешь там же. и когда ты можешь к этому прийти в 70, и в 70 освободиться, но хочешь ли ты ждать так долго, либо ты хочешь освободиться сейчас и двигаться дальше, и развиваться дальше. Ты знаешь, я ещё вспомнила последний раз, когда ты ко мне пришла в Л.А., в Голливуде, на Hollywood Hills, я делала большое больше. Ты представляешь, я говорю, как ты изменилась, какая ты красивая, прям, вот этот вот свет нереальный, глаза ясные стали, понимаешь, я обратила внимание на твои глаза, и чистота, такая чистота внутри тебя была, что это, это просто, слова меня писать. Ты помнишь, да, я тебе это сказала? Да. И на что ты мне ответила, что ты ездила назад, на Украину, да, ты была, ты много времени с мамой провела, там, выделила обряды, вот расскажи немножко об этом. Ну, вот, женская энергия, у нас как раз был воркшоп тогда, более женской энергии, там были одни девчонки, разбудись себе богиню, и мы когда лежали с закрытыми глазами, вот у меня прям, я почувствовала, как моя душа как будто поднялась надо мной, и все сразу пошли как бы флешбеком все вот эти воспоминания. Я проводила очень много времени с мамой, и мы попали на такое празднование, как Ивана Купала. Мне мама, там была куча листьев, травы, цветов, мне мама сделала венок на голову из этих вот цветов. и это все-таки вот эти старинные обряды, я не знаю, но я настолько прочувствовала эту женскую энергию, это соединение с мамой, как бы соединение со своими корнями, со своим вот чем-то настоящим, и эта женская энергия, она присутствовала постоянно, то есть с моими подругами, но больше всего, конечно, с мамой, потому что, мне кажется, с мамой у нас самая большая связь. Кто-то может отрицать, кто-то может не отрицать, но вот эта связь женская, она настолько сильная, и всю вот, мне кажется, даже всю эту энергию мы, в принципе, получаем от матери. Женская. Это очень важно, да. Послушай, а какие у тебя отношения с мамой были, вот с отцом там сложно всё было, а с мамой близки ли вы были, либо тоже какие-то были конфликты? Ну, достаточно близкие отношения, мы даже были больше как подруги, но у нас было много конфликтов, особенно, когда уже я выросла, это тоже конфликт, когда ты уже взрослый, ты принимаешь свои решения, а маме где-то в глубине её души хочется, чтобы ты была ещё ребёнком, и мне настолько был необходим этот переезд, потому что как бы птенчик должен вылететь из гнезда, и я знаю просто, насколько сильно мама меня любит, потому что я единственный ребёнок в семье, и после развода моих родителей моя мама делала всё для меня, то есть она могла там не доесть, ходить в старой одежде, но мне она купит что-то, то есть я понимала, что моя мама очень-очень много чего мне отдала, вот всю свою жизнь, я бы так сказала, потому что она только сейчас, когда я переехала, в прошлое время, она только сейчас зажила как бы своей жизнью, всё в то время она жила моей жизнью, тогда мне это не нравилось, мне хотелось больше, вот, хотя у меня была свобода, мне никто ничего не запрещал, но я чувствовала какое-то внутреннее давление, но отношения у нас всегда были очень-очень близкие с мамой, и даже, думаю, остаются сейчас, то есть, может быть, сейчас мы более отдалились, потому что я больше ушла в себе, я сама себе стала родителем, если это так можно назвать, когда сейчас я сама себе могу дожидать всю эту любовь, конечно, с мамой общаюсь там практически каждый день, но вот этот вот приезд летом, когда я ездила в Украину, он мне дал очень большой заряд энергии, в первую очередь женской, вот этой сакральной женской энергии. Это очень важно, потому что я наблюдаю такую тенденцию среди моих клиентов, учеников, даже вот подписчики в Инстаграм, что вот 90, во-первых, процентов женщин, отцы, алкоголики все росли в такой же ситуации, и проблема с мамами, вплоть до того, что девчонки вообще не общаются с мамами, в обиде на них, затаили горечь, не хотят делать работу, не хотят прощать, но хотят при этом иметь хорошую жизнь, семью, выйти замуж, найти достойного мужчину, так не получится, потому что вот этот вот корень, который, проблема вот этот идет из прошлого, его нужно исцелить полностью, особенно проработать маму, отношения с матерью, потому что ты абсолютно права, ты сказала, что подпитка главная к нам идет от матери, потому что, ой, поэтому очень важно, как мы общаемся с мамой, как мы ее пускаем в свою жизнь, очень важно тоже барьеры знать, да, у кого-то мама там совсем берет под крыло и все в свои руки, тоже не есть хорошо, во всем должен быть баланс, и в отношении между родителями так же самое, но иметь связь с матерью и поддержку вот эту энергетическую, это очень важно, очень важно, поэтому спасибо, что поделилась и затронула эту тему тоже. Слушай, если это кому-то поможет, я, столько буду рада. Расскажи, какими, какими практиками ты пользуешься вообще, чем ты себя сейчас поддерживаешь, что ты делаешь, какая у тебя вот рутина, есть какая-то каждый день, ритуалы какие-то? Ну, я периодически прохожу твой курс, который у меня есть. До сих пор, Да, он до сих пор есть, я понимаю, я на какой-то, в какой-то момент я даже тебе говорила, что пока я не чувствую, что я готова к следующему этапу, потому что постоянно всё равно приходит что-то новое, и ты просто внутренне это чувствуешь. Я научилась себя чувствовать, это самое главное. Сказать, что я прохожу какие-то особые ритуалы, нет. Когда я чувствую, что мне нужно, я могу помедитировать, но когда я чувствую, что мне действительно нужно, я чувствую, что мне необходимо, я включаю твой курс, я делаю твой курс. Либо я делаю какие-то части, которые вот на тот момент, мне приходит что-то в голову, и я понимаю, что так, надо поделать что-то, да, элементарно. и я начинаю это делать. Но в какой-то момент я просто настолько научилась слышать себя, допустим, вчера, я не могла долго уснуть, я не могла понять, что происходит. Я задаю вопрос, я, наверное, поспала часа два, я вообще боялась, что я не проснусь, но я проснулась, меня с выборами. То же самое, я не представляю, ну как так может быть, я клянусь, я не спала вообще. Ну вот как? Окей, да, и что случилось? И я начала просто задавать себе вопрос, своей душе, что происходит. И моя душа мне сказала, что надо попросить прощения. Не просто внутри себя, то есть я никого не держу обиду, но мы все как бы не идеальны, иногда мы делаем какие-то поступки не всегда хорошие, ты понимаешь, что это слово, либо этот поступок, он каким-то образом мог задеть человека. И мне надо именно написать на данный момент всем людям, которых я вспомнила, которых я, возможно, как-то обидела. И у меня уже даже я, так как я не могла уснуть, и с меня просто это все лилось, я написала себе в заметках прощение. Не просто, ой, прости меня за что-нибудь, конкретно за что я считаю, я должна попросить прощения. С меня просто слезы, я думала, боже мой, попросить внутреннее прощение. И понятно, что я не держу обиды на людей, хотя некоторые люди, ну, были люди, которые мне в ответ тоже делали больно, но в этом случае здесь надо попросить прощения, неважно, не ожидая ничего, потому что все равно иногда эго начинает говорить. И эго говорит, а что если эти люди тебе грубо ответят? А что если тебе ничего не ответят? А что если у тебя не попросят прощения взамен? И здесь ты уже тормозишь свое эго, прислушиваясь к своему сердцу, потому что сердце говорит, неважно, что ответят, не ответят. Твоя задача искренне, от чистого сердца, попросить прощения у людей. Тех, кого ты могла обидеть словом, действием, вот так. Надо же, это очень такой ценный. Ты сейчас совет дала или поделилась своим опытом, потому что у многих бывает так, что вроде бы что-то происходит в душе, люди не хотят, не могут уснуть, но опять-таки не хотят слушать, не хотят туда идти, не хотят делать. Поэтому я хочу сейчас сказать тем, кто нас слушает, открывайте больше себя к информации, которая приходит, и доверяйте себе. Потому что у всех, абсолютно у всех, без исключения, есть такая возможность слышать себя, свое высшее Я, Вселенную, Бога, энергию, свет, источник, как хотите, так и называйте. Доверяйте себе больше и доверяйте своему голосу. Это очень важно. Слушай, вопрос такой к тебе. Как ты считаешь, что самое важное в жизни? Любовь к себе, к окружающим, к этому миру, к Богу, ко всему. Мне кажется, это самое главное. Вот это чистота и любовь. Ты знаешь, так интересно, я ничего никогда не планирую, я интервью не планирую, у меня нет никаких вопросов, никакой адженды, о чем я буду говорить, что я буду делать. Но в конце я написала себе три вопроса, чтобы задать интервью. И первый я себе сейчас задала, значит, вообще, как я сказала, тоже не поспала, все, голова совсем не работает. То самое важное в жизни. И ты знаешь, я знала, что ты мне отвечаешь, поэтому у меня второй вопрос написала уже для тебя. Я знала, что ты скажешь любовь, я не знаю, как, но я вот почувствовала так. В связи с этим второй вопрос, а что есть любовь? Что есть любовь вообще? Как ты это понимаешь? Я больше это даже понимаю не так словами, как по ощущению. Это какое-то всеобъемлющее принятие всего, всеобъемлющее тепло. это, ну, на самом деле, мне это очень сложно описать, потому что я больше могу это прочувствовать. Мне кажется, это полное принятие себя, Бога, других людей, всего того, что происходит. Любовь, наверное, отдача, без ожидания чего-то взамен. Что-то очень теплое и что-то очень-очень светлое. Не знаю, когда ты чувствуешь любовь, ты иногда даже ощущаешь, что это что-то внеземное, это что-то, что-то другое. Я не могу, я не могу этого просто описать словами, я просто могу это прочувствовать. Как-то так. Джулия, может, ты поделишься с нами, все-таки у тебя больше опыта. Нет, ты знаешь, ты совершенно потрясающе описала. Лучше, чем я смогла бы. Я сама слушаю тебя и так же учусь у тебя, как и все мы друг друга учимся. Это все то, что ты сказала, это сложно описать словами, это можно испытать на себе и этот опыт потом начать этим опытом делиться с окружающими. А любви можно научить, как мне кажется, только даря, даря ее людям, любя других. Вот и все. нас не научили изначально, не дали, знаешь, такой blueprint в жизни, сценарий, как вообще любить. Этому никто не учит, вообще, что такое любовь. я в свои тридцать девять лет, наверное, только вот первый раз поняла, что я по-настоящему, наверное, никогда никого не любила. и хотя мне казалось, что я люблю, да, я говорю сейчас именно не о родителе, здесь любовь уже другая, она как бы рожденная, да, а, например, мужчин, партнеров. Казалось, что любила, но сейчас я понимаю, что нет, не была эта любовь, потому что не знала, не умела. Почему? Потому что не любила себя, не знала, кто я есть, не принимала себя полностью. И до тех пор, пока человек не научится себя принимать, в первую очередь, со всеми аспектами, темное, светлое, свои теневые стороны, а потому что мы не идеальны, и мы не должны быть идеальны, мы для этого здесь и есть, да, чтобы приходить этот опыт, пока человек не примет себя в первую очередь, он не сможет научиться принимать других полностью, вот этой вот безусловной любви, ну, не может человек любить других безусловно, если он себя в первую очередь не полюбит, безусловно, не простит, будет к себе снисходительным, да, понимая, что какие-то вещи он может иногда совершать и ошибки, это нормально. Да. Поэтому всё то, что ты сказала, ты описала это слово в слово, как бы описала это я. Я полностью согласна, правда, и когда только через любовь к себе мы сможем подарить эту любовь кому-то, когда мы научимся себя любить, я полностью согласна, потому что только так это работает, это правда. там кто-то пишет, любовь для меня это когда ты в потоке, когда у тебя со всеми лёгкие отношения. Супер. Любовь это когда ты просыпаешься каждое утро с радостью. Супер. Слушай, и последний вопрос такой хочу тебе задать. в каком состоянии ты бы хотела проживать каждый момент своей жизни? Если есть вот такое состояние, возможно, ты его уже когда-то испытывала, возможно, ты его ещё никогда не испытала, но ты знаешь, вот, что есть такое состояние, ты хочешь в нём проживать каждый момент. Вот подумай, возьми своё время, если тебе надо, и скажи. Я, пока ты думаешь, я расскажу небольшую историю. Я вот ходила на хайк, ходила по горам со своим молодым человеком, со своим мужчиной, и мне такой вопрос неожиданно пришёл. Я у него спросила, говорю, слушай, в каком бы состоянии ты хотел бы проживать каждый момент жизни? В каком бы состоянии хотел появляться перед другими людьми? И он мне сказал, слушай, какой глубокий и интересный вопрос. Вот, поэтому я тоже решила его задать и тебе сегодня. Ты знаешь, мне кажется, каждое состояние, оно прекрасно. Даже, даже состояние, когда я проходила боль, тогда этого не понимала, сейчас я это понимаю. Даже состояние боли, оно было прекрасно по-своему. Каждый момент нашей жизни, вот именно состояние того, что ты что-то проходишь, узнаёшь что-то новое и движешься дальше, мне кажется, вот это действительно есть то состояние, в котором бы, наверное, мне хотелось бы быть. Да, возможно, ты можешь подумать, что я бы всегда хотела находиться в полной любви, и возможно, наши души после окончания жизни здесь, они там, наша душа там находится, но для этого будет своё время, сейчас время для нашей души проживать эти моменты, проживать моменты радости и печали, смеха и слёз. и я считаю, что когда ты плачешь, это прекрасно, когда ты смеёшься, это тоже прекрасно, это на уровне, когда ты перестанешь воспринимать, что есть что-то плохое, а есть что-то хорошее, просто начнёшь воспринимать жизнь такое, какая она есть. Конечно, мы все стремимся к тому, чтобы быть лучше, быть добрее, дарить любовь, и к этому нужно стремиться, но я не считаю, что есть плохие моменты, а есть хорошие. Это всё прекрасные моменты, из которых состоит наша жизнь, мы здесь для того, чтобы испытать все эти моменты, и в этом есть, это и есть прекрасное, лично для меня. Да, это очень мудрый ответ, я смотрю в комментариях, кто-то написал очень глубокий ответ, действительно, потрясающий ответ, и я очень рада нашей беседе, потому что сама слышу себя через тебя, и получаю тоже какие-то ответы, которые мне так же, как и остальным нужны, которые мне приходят через других людей, это потрясающе. У нас буквально осталось где-то 5-6-7 минут, если у кого-то есть вопросы, девчонки, мальчишки, Кристины, или ко мне, вы напишите нам здесь, в чате сейчас, и мы вам ответим. Пока что у меня ещё? Пока мы ждём, может быть, ты ответишь на этот вопрос, как, в каком бы моменте ты хотела проживать? Отвечу с удовольствием. Я бы хотела проживать в таком моменте, когда я полностью открыта, когда сердце у меня полностью открыто к божественной энергии, к божественному потоку, когда бы он шёл через меня, и через меня входил в каждого человека, и каждый человек, которого я встречала на своём пути, ощущал бы вот эту вот, ту самую любовь божественную, и знал, что Бог есть, что он, этот человек любим, что он, его принимают целиком и полностью. Вот я в таком состоянии хочу проживать, чтобы вот эта вот вся энергия, она прям шла к другим, и люди бы просто плакали от счастья, зная, насколько они любимы их собственным создателям. Мне кажется, каждый раз, когда я тебя вижу, я именно это от тебя ощущаю, поэтому для меня ты постоянно в таком состоянии. Я стараюсь, но это не всегда так, поэтому такой вопрос возродился именно у меня. В каком бы состоянии я хотела бы быть? Я хотела бы быть в таком состоянии, но от тебя я тоже многому поняла, многому научилась, услышала о том, что любое состояние, оно прекрасно, я согласна. Просто понимаешь, я принимаю себя и свое любое состояние не проблема. Я могу дома сидеть неделями, годами, не годами, но неделями, но когда я выхожу в люди, когда я хочу кого-то встречать на своем пути, я хочу делиться только высокими вибрациями, только божественной энергией и любовью, и это не всегда получается, потому что иногда я себя не очень хорошо чувствую, иногда я устала, иногда меня тоже кто-то обидел или я позволила кому-то обидеть. Ну, нас никто не может обидеть, это все, как мы это принимаем, понимаешь? Вот, поэтому я хочу всегда быть в таком состоянии, где я не буду зациклена на себе и думать о себе, а буду только таким прямым, как сказать, десол, открытым сосудом, через который будет вот эта вот легко энергия проходить, чтобы я себя не блокировала. Поэтому вот так. Так, спасибо, благодарю вас, привлекается каждое слово. Кто-то нам говорит спасибо огромное за нашу беседу, написали, такая глубокая беседа. Спасибо вам, что вы присутствуете с нами. Смотри, Кристиночка, какой ритуал дневной для вас самый важный в течение дня, если есть такой у тебя? Ритуал, когда я каждый день я стараюсь остаться наедине с собой, просто прочувствовать себя и понять, что для моей души сегодня, в этот день важно. Конечно, бывают такие дни, когда я бегаю, что-то делаю, но вот сейчас, особенно вот в карантин, самый главный ритуал это, наверное, остаться просто наедине с собой и поговорить со своей душой, прочувствовать, что происходит там. Гармония, негармония, что-то тревожит или ты спокоен. Так как я говорю, что я уже стала для себя как родителем, я к себе отношусь, сама к себе, я выступаю и родителем, и ребёнком, и вот с этим маленьким ребёнком я каждый день разговариваю, я пытаюсь узнать, как он себя чувствует, что происходит внутри. Если есть что-то, что можно исправить, я это узнаю и пытаюсь это каким-то образом исцелить. Это супер. Спасибо огромное за такой ответ. я хочу подытожить Кристинин ритуал, то есть она себе задаёт вопрос каждый день. Что мне сегодня нужно? Как я себя чувствую? Такой своего рода чек-ин, да, не знаю, как по-русски сказать. Проверка. Как моё сердце сегодня? Как моя душа? Что нужно? Это очень важно разговаривать с собой. Очень важно. Спасибо тебе, моя любимая. Спасибо тебе. Рада тебя видеть. Я тоже очень рада тебя видеть, правда. Хочу сказать о том, что я сейчас опять возобновляю свой курс, он у меня будет проходить в потоке, не марафон, а в группе Телеграм, через две недели он начнётся. Поэтому если с кем-то резонирует, если кто-то хочет и готов, присоединяйтесь ко мне, я буду рада всем. Разбуди в себе силу. Правда, ребята, честно, этот курс мне очень много с чем помог. Я могу это рекомендовать, потому что я сама это прошла, правда, меня никто не просил сейчас говорить эти слова, я говорю это от чистого сердца. То, через что... Это будет нелегко, это будет больно, и даже, кстати, Джулия, могу сказать, что ко мне даже начали притягиваться люди, которые... То есть некоторые люди ушли негативные... Ну, не то чтобы негативные люди, которые, наверное, не нужны были мне в жизни, они ушли. Те, кто нужны были, у меня стали ещё лучше отношения. Но также, когда у тебя очень сильная энергия, к тебе могут притягиваться очень люди нехорошие, которые любят, ну, питаться твои... Не хочу говорить нехорошие люди, но люди, которые любят питаться энергии. вампиры, да. И вот здесь надо быть очень осторожным, потому что я, ну, поняла, насколько людей начало ко мне очень сильно тянуть, и не всегда это хороших людей, но этот курс, он просто вот изменил очень-очень многое в моей жизни. Это будет больно, это будет нелегко, это будут слёзы, это будет... Это будет, а зачем мне это надо? Ну, ты просто понимаешь, что... Да, давай закруглимся, не хочу, чтобы оборвалось 59, у нас одна минута или уже меньше. Спасибо тебе огромное, посылайте очень много любви, мы с тобой на связи, как всегда. И сатнам намасте. Сатнам. Да прибудет с нами свет и любовь и со всеми вместе. Спасибо тебе большое, Джулия. Спасибо. Очень рада тебе. Я тебя тоже. Посылаю всю мою любовь. Спасибо. Всем тоже спасибо, спасибо.